Работа с людьми с ограничениями по зрению в каждом из регионов нашей страны сконцентрирована в общественных объединениях БелТИС. И брещание в этом смысле не исключение. Разговаривая с Андреем Левицким, заместителем председателя правления, понимаешь, этим людям границы не страшны. Многие давно адаптировались к городу, без труда ориентируются на его просторах, а еще постоянно развиваются. И не последнюю роль в этом вопросе играет доступность литературы. Присоединение к Маракешскому соглашению действительно ждали. Все переводится в цифровой формат. И это тоже позволит нашим издательствам, согласно этого маракешского договора, расширить этот ресурс. Потому что там предусмотрены возможности именно согласования с авторскими правами. Потому что мы понимаем, что основная сложность была в издании тех же аудиокниг современных авторов. Несмотря на непростую ситуацию по коронавирусу, слабовидящие люди спешат на встречу с книгой. В специализированной библиотеке всегда можно встретить не совсем обычного, но весьма увлеченного читателя. Татьяна – одна из них. Девушка не видит, однако с удовольствием погружается в мир романов и детективов. Хотя порой не прочь изучить и научную литературу. Выбор такой рельефной, печатной продукции небольшой, но это всегда приятно, это всегда ностальгия, это всегда какие-то дополнительные эмоции, чувства, дополнительные какие-то радости. А вообще очень разную литературу читаю, пользуюсь совершенно различными источниками, и аудиокнигой увлекаюсь, и текстовой книгой, которая синтезированные голоса озвучивают. То есть информация и для работы, и для души, она нужна разная. Закон о присоединении вступит в силу с 3 июня 2020-го. Пока же брещане, имеющие нарушение зрения, пользуются доступными для них ресурсами. Например, в арсенале специализированной библиотеки есть мультимедийные плееры веб-боксы, небольшие устройства, посредством которых можно прослушивать материалы газет и телевизионные программы. То есть то, что у нас сейчас транслируется по телевидению, мы должны здесь слушать. Очень удобно, допустим, я на кухне чем-то занимаюсь, я поставил, для незрячих, визуальная картинка. А не некоторых индивидов, сделанных из дерева. Вот, то здесь уже удобно. Крайней мере, все основные каналы, которые пользуются, где получают наши новости, смотрят, и фильмы смотрят, и сериалы, и так далее. Да, мы же все промахли, да. Договор предусматривает возможность без согласия автора и выплаты ему вознаграждения переводить любое произведение в формат, доступный для людей с нарушениями зрения, распространять экземпляры, а также ввести трансграничный обмен. Эту позицию настоятельно продвигали депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. А потому принятие проекта для них – еще одна важная победа. Закон подписан главой государства, опубликован на национальном правовом портале. 3 июня он вступит в силу, но по-настоящему этот договор заработает на территории нашего государства через три месяца. В сентябре этого года, после обмена ратификационными грамотами на международном уровне. В настоящее время в Беларуси людей с нарушениями зрения насчитывается около 45 тысяч человек. Они проживают и в Бресте, и на территории Брестской области. Благодаря присоединению к Маракешскому договору у людей с ограниченными возможностями появится доступ к произведениям в различных форматах, в том числе в формате ясного языка. Это поспособствует повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями, развитию их интеллектуального и трудового потенциала, социальной интеграции в общество. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.